Родился Константин Найбор в немецкой семье 2 октября 1965 года в деревне Денисовка в Красноярском крае. Впервые проблемы с законом появились в 16 лет, он угнал чужой автомобиль и во время совершения преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Судом ему было назначено три года заключения в исправительной колонии. Там он нашел общий язык с криминальными авторитетами и получил прозвище «Канский», до сих пор неизвестно, почему именно так его прозвали. Вообще, о его биографии мало, что известно. Сам он себе никогда не рассказывал даже в узких кругах. После освобождения и до 2008 года не был замечен в нарушении закона. В тот год его задержали сотрудники милиции, которые нашли у него несколько доз наркотических веществ. Свою вину «Канский» не отрицал. Ему грозило наказание от 3 до 9 лет лишения свободы. Однако судья озвучил цифру 1 год и 9 месяцев. Такое решение удивило не только слушателей, но и самого подсудимого. Из колонии его освободили досрочно на 2 месяца. После второй судимости Константин «Канский» долгое время не привлекался сотрудниками правоохранительных органов. В последний раз Найбуэра пытались привлечь за вымогательство денежных и транспорта у жителей Тывы и Красноярского края в 2014 году. Его даже задержали в Москве в ходе этого расследования, но после этапирования в Красноярск, уголовное дело было закрыто. На Костюканского было совершено множество покушений, но каждый раз ему удавалось чудом выжить. Самое серьезное произошло в 2011 году. Неизвестный напал на него у подъезда собственного дома, выстрелив пять раз в спину. Почему оправдали? Криминальное звание, по версии следствия, Найбуэр получил в 1997 году с подачи столичного вора в законе по прозвищу Блондин. После этого Найбуэра якобы поставили управлять общаком всего Красноярского края. Сыщики считают, что влияние Каннского распространяется и на соседние регионы. Сам он неоднократно признавался, в том числе и на камеру, в своем высоком криминальном статусе. Как сообщает Лайф, подобное произошло и во время последнего его задержания. На вопрос оперативников, являетесь ли вы вором в законе, он ответил, являюсь, являюсь. О причастности Найбуэра к криминальному авторитету говорит и восьмиконечная звезда на левом плече, которую он не ранее не скрывал. Также задержаны были его подельники. При обысках нашли наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы. Сообщалось и об изъятии неких документов, имеющих значение для данного уголовного дела. В августе 2020 года Канский выразил желание, чтобы его осудил суд присяжных. И не прогадал, подобрать заседателей долгое время не могли, потому что многие опасались решать судьбу криминального авторитета. На это был потрачен целый год. Присяжным даже пришлось предоставить защиту. Однако их вердикт удивил многих. Подсудимый воспользовался своим правом молчать, за него на суде говорил адвокат, на провокационные вопросы, является ли он вором в законе, отмалчивался, прокомментировала представитель прокуратуры Красноярского края Олеся Климова, учитывая тот факт, что статья новая, а Найбур фактически не был уличен в конкретных уголовных преступлениях, суду присяжных было достаточно сложно доказать его причастность к управлению криминальным миром. Отсюда и оправдательный приговор, при этом на присяжных никто давление не оказывал. Однако, прокуратура не согласна с решением суда и будет обжаловать. Продолжение следует...